Итак, друзья, вы часто спрашивали, как же монтировать доску на металлический профиль, особенно если нужно сохранить нетронутую лицевую сторону доски. В этом выпуске, на примере шоурума в Новой Голландии, мы покажем, как это сделать. И да, все начиналось именно так. Голые стены и чистые полы. Новая Голландия – историческое место в городе Санкт-Петербург. В июле 2011 года, впервые почти за 300 лет Новая Голландия открылась для посетителей. Теперь это общедоступное место отдыха для людей всех возрастов в центре Санкт-Петербурга. В отреставрированных зданиях времен Петра Первого оборудованы места для отдыха и развлечений. В одном из помещений планируется к открытию интерьерный салон дизайнерской мебели «Лаборатория». Задача стояла непростая. Доску нужно было уложить на металлический профиль, так как под покрытием находились коммуникации. По этой причине нужно было расположить лаги таким образом, чтобы избежать при монтаже повреждения этих самых коммуникаций. А это значит, что, верно, сверлить мы можем только в дозволенном месте. Но это не самая главная причина, чуть позже вы поймете почему. Также работу усложняли лючки для доступа к тем самым коммуникациям. Они еще и были расположены на высоте, не совпадающей с металлическими профилями. Короче, придется попотеть. А лаги нужно было закрепить максимально надежно, так как доска оказалась у нас палубная шириной 196 мм. Процесс сборки крепежа Дуэт 90 на металлический профиль никак не отличается от сборки на деревянные лаги. В правом верхнем углу будет ссылочка на видео инструкцию. Так вот, устанавливаю Дуэт 90 с обратной стороны доски и монтируем сферическими саморезами по дереву. Длину, как и всегда, подпираем, исходя из толщины доски. Можете обратить внимание, мы монтировали в данном случае по три самореза на крепеж, так как доска достаточно широкая. Вот и яркий пример, как используются B-спейсеры. Чтобы исключить возможный люфт при дальнейшей эксплуатации, в щели подкладываем калиброванные B-спейсеры. Теперь можем фиксировать доску к основанию. А вот и A-спейсеры для выставления монтажного зазора. И вот архиважный момент. Мы в выступающую часть крепежа вкручиваем саморез по металлу. И вуаля, доска зафиксирована. Да, бывает такое, когда доска немного искривилась в процессе сушки, транспортировки, хранения. В таких случаях в ход идут ломики, в нашем же случае дам крат. Не пугайтесь, это нормально. И повторяем все те же процедуры. Как видите, результат получился отличный. Теперь нужно все почистить перед финишной обработкой древесины. И на данном этапе мы замерли в ожидании, ведь пол это была только малая часть работы. Еще предстояла сложная отделка всего помещения. Также необходимо было привести весь материал и мебель, чтобы заняться наполнением шоурума. И вот раздался долгожданный звонок. Знакомьтесь, это Алексей. Человек, который должен был сдать под ключ данный объект. Благодаря его богатому опыту и профессионализму в строительстве, ему доверяют проекты подобного уровня сложности и значимости. Алексей, почему вы использовали металлический профиль при монтаже? На самом деле здесь все начиналось с фанеры, крепление доски, приклеить, зафиксировать на фанеру. Потом фанера по пожарной безопасности не проходим мы. Лаги деревянные по высоте и по пожарной безопасности тоже мы не проходим. В общем, было принято решение оцинкованный профиль. Во-первых, 20 на 40 нас устраивала высота. Ну и сама стенка крепления достаточного прикрепления саморезом. То есть мы посчитали, что этого достаточно будет. Насколько я знаю, у вас еще тут присутствуют коммуникации, которые нужно было обойти. Так. Тоже важный аспект. Сначала хотели в разбежку пустить. Потом посчитали, что с учетом тех трасс коммуникаций, лотков и инженерии, мы просто устанем это все размечать и стыковать. Решили разбежки пустить в две стороны. И, соответственно, тем самым, сохранив шаг 40 сантиметров, обрисовали коммуникации и по возможности закрепили лаги к полу. То есть глухарем, прям к бетонному основанию. От саморезов отказались из-за эстетики? Да. Даже разговора не было, чтобы на видовом пространстве было количество определенных саморезов. Тем более, со временем это были бы точки, это были бы какие-то ущербные и прочие моменты. Помещение имеет нестандартную конфигурацию. Насколько было проблематично работать со скрытым крепежом? На самом деле, у нас проблем не возникало, потому что мы монтаж начинали со второй доски, так как нужно было соблюсти технический зазор для монтажа цветного бетона, а последнюю доску мы крепили в лоб. То есть, в принципе, здесь вопроса не возникало. По периметру, по привыканию. Опять же, мы работали с исполнительной документацией и по возможности добавляли лаги в тех местах, где у нас пересечения или какие-то, возможно, были там трудности. Так что проблем не было. То есть, выкладывая, выкладывая доску, главное подготовку нормальную сделать. Главное сделать нормальную подготовку. Пожалуй, это одно из самых важных условий в таком деле. Считаем, результат получился отличный. Мы благодарим салон дизайнерской мебели «Лаборатория» и Алексея за предоставленную возможность запечатлеть процесс монтажа. А пока мы отправляемся снова в офис и будем искать для вас интересные объекты, в которых мы покажем различные варианты монтажа террасной, фасадной доски и не только. Субтитры создавал DimaTorzok